Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2326». В защиту того, что нужно врагов Отечества земного убивать на войне, приводят слова Филарета Метрополита и ссылаются на Антония Храповицкого, что он где благоставлял белой армии воевать против большевиков. «Был ли такой или это лгут на РПЦЗ, дискредитируя ее?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Прочтите в нашей книге «К истинному православию» главу «А я говорю вам, любите врагов ваших». Там ответ. А что до Антония, то это ему в заслугу ставят. Он был плоть от плоти царского православия. И у Антония действительно был синдром Лотовой жены, которая вышла из Содома, но дух Содома не вышел из нее. А у Патриархии синдром дочерей Лотовых, которые ревнуют лечь спать с кем угодно, лишь бы плодиться. А там пусть рождаются и рачекисты Саглядатаи. Бытие, 19 глава, 32-37-38 стих. «Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставит от отца нашего племя». «И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Но отец Моавитян, он отец Моавитян до ныне. И младшая та же родила сына, и нарекла ему имя Бен Амми. Он отец Амминитян до ныне. Эти не вышли, а их вышвырнули, но дух в них остался тот же. Они ничего не поняли из того, что Бог сделал с Россией «святой», а находясь в Вавилоне, продолжали коварствовать против новой власти и поплатили за это ценой жизни тех, кто совершенно ничего не понимал в этой мясорубке. Бог и Егова дал эпитемию, и нужно было благодарить Бога и жить в плену, как Израиль. Прочтите еще раз книгу Варуха и Плач Еремии. У Антонии, Антонии травили и науськивали из-за рубежа, а тут человекобесы имели уже как бы законное обоснование, репрессии, закон о революционной деятельности, их стенки ставить. В вечности откроется, сколько этой крови на филаретах и Антониях. Православная русская монархология имела своими выразителями виднейших православных иерархов, святого Филарета Дроздова, страница 2. Во время царствования царя-мученика Николая II, которое для христиан явилось в царствовании святого царя, митрополит Антоний Храповицкий, жил в одно время с идеальными представителями русской монархии, благочестнейший и кратчайший из русских царей. Россия должна освободить Константинополь, восстановить там греческую монархию. Далее Россия должна освободить Сирию, Палестину. Как известно, чаяние митрополит Антония не сбылись, кончилось развалом России. Константин же, по давнейшему преданию греков, должен его возвратить к христианству и эллинизму. Идея христианской монархии неотделима от самого христианства. Митрополит Антоний, никогда не сомневавшийся в своих идеях и деяниях, в своей защите монархии и своей борьбе против антихристианской революции, должен стать образцом для каждого христианина, который, в свою очередь, должен быть уверен идее христианской монархии, ныне уничтоженной, но заложенной в промысле Божьем и долгоженствующей быть явленной в положенные Богом. Сроки. Иннокентий Анимподдист. Православная жизнь. Номер 4. Я жил около двух недель в Лос-Анджелесе у Никиты Феоксистовича Орлова. Адрес. Чудесная семья, дружная, примерная. Он теперь стал священником и, конечно же, с митрополитом Виталием ныне. Они в самом большом смысле патриоты русские. Абсолютнейший монархист и антикоммунист. Цены нет таким людям на момент перестройки или революции. Он готов с детьми и с женой Павлой Константиновной умереть хотя бы и сегодня за любимую ими Россию. Сын его Феоктист, рыцарь настоящий. Но они совершенно ничего не понимают из происходящего в духовном плане и живут верой в Святую Русь. И кто бы к ним не приехал, это для них все ненастоящие русские. Идея, цель. Не нужно прикрываться надутыми словами, афоризмами. Другим давать объедки, а собственную пастью давиться заграничным коммунизмом. Чего там только нет в отвалах, на свалках мировой истории. Какие лозунги на полотнищах алых. О чем вожди до рукопашной спорили. Пройдохи, прохиндеи беспартийные И людоедов с партбилетом скопище Колышатся и скалятся противные. Реанимируют идеи зла, под душем топчутся. Идея, обмозгованная тварью, Яйцеголовыми ублюдками кремлевскими, В гулаг святую в кавычках Русь смеясь затарили. Для целых поколений стали крестными. ЦК, КПСС, избездный бес, избездный бес. Картавил иудейское масонство, Где были храмы, там пустырь и лес. Десятилетия семь прошло, мы как с просонок. Так почему же северные льды В сердцах ожесточенных не растают? К той туалетной мумии опять ведут следы, И щищник птиц прожорливает стаи. Идею вурдалаков и вампиров Реанимируют кряхтя под три шестерки. Плач оправдан и мундир отстиран. Решетки на тюремных окнах скрыли шторки. Охолонись, презренное отродье, Род аспидов глухих, презревший небо. Конфликты, войны уже сплошную дробью. Земля грозит, оставить всех без хлеба. Одно могло бы как-то дать нам шанс. По-мирному прожить под нашим кровом. И сжить синдром авось он ничего не даст. Прийти к Христу по слову Иеговы. 16.09.04. Игла. Игнатий Лапкин.